Во время пандемии или от других болезней, большинство от коронавируса умирают, часто наши близкие, наши родственники. Кто-то болеет, вот сейчас даже записку написали у одного брата, мама, в реанимации попросили делать дуа. И давно у одного брата, у нашего близкого брата в аварии погиб дядя, его супруга, ребенок. До этого еще одного нашего близкого брата погиб отец, брат, бабушка. И каждый из вас кто-то погибает, у нас кто-то погибает. И в этот момент, как должен себя вести верующий? Вот это рисаля, послание от пророка Мухаммада, какая награда за то, что человек проявляет терпение? И как должен проявлять терпение верующий человек? Каждого пророка Аллах упомянул в Коране. Почти каждого пророка упомянула его хулик, вот эта гылка, его нравственность. И это причина, из-за чего больше всего люди попадут в рай, в судный день, это терпение. Поистине у человека не может продолжаться в этой жизни прекрасная жизнь, кроме как без терпения. И Аллах похвалил обитателей рая и сказал Поистине я наградил их сегодня в раю за то, что они проявляли терпение. И они те, кто победили. Вот это настоящая победа человека в этой жизни. Проявлял терпение, получал награду в вечности, попал в рай. Великая победа. И когда люди зайдут в рай, Аллах скажет обитателям рая, перед тем, как зайдут в рай, Заходите в рай за то, что вы проявляли терпение. И как прекрасно это место пребывания. Ибрахим, алейхиссалям, кинули его в огонь, проявлял терпение. Исмаил, алейхиссалям, проявлял терпение. Юсуф, алейхиссалям, кинули его в колодец, посадили в тюрьму, проявлял терпение. Аюба, алейхиссалям, гнил его тело, погибла его семья. От него все отдалялись. И что он сказал? О, Аллах, субхану ва-те-Аля, меня настигло такое положение, но ведь ты милости из милосердных. Даже не попросил исцеления. Если так со мной случается, ты же милости в подношении ко мне, значит, это милость от тебя. Аллах, субхану ва-те-Аля, дал ему награду. Дал ему вдвое больше семьи. И дал, Аллах, субхану ва-те-Аля, ему имущество и богатство. Аллах, нашему пророку, где, субхану ва-те-Аля, сказал, проявляй терпение. Поистине, твое терпение только со Всевышним, Аллах, субхану ва-те-Аля. Аллах, субхану ва-те-Аля, поистине, они из терпеливых. Это Аллах, субхану ва-те-Аля, этим качеством хвалит своих рабов, своих пророков, своих посланников. Аллах, субхану ва-те-Аля, описывая этих терпеливых посланников, сказал, И мы их сделали имамами, впереди стоящими в своем народе. Почему? Когда они проявляли терпение и были убеждены в наших знамениях. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва-салям, сказал, нету более великого подарка от Аллаха для своего раба, кроме как терпения. Самая великая из благ, которые Аллах, субхану ва-те-Аля, дал верующему рабу, это терпение. Аллах, субхану ва-те-Аля, приходит постепенно, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва-салям, поистине, знание приходит через обучение, а терпение приходит тогда, когда человек много проявляет терпения ради Аллаха, субхану ва-те-Аля. И когда Аллах, саллаллаху алейхи ва-салям, юбещеру сабирин, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва-салям, радовал тех, кто проявляли терпение. Вот мой брат, который потерял свою маму, тебя радует посланник Аллаха, кто потерял свою супругу, кто потерял своих детей, своих близких, своего дядю похоронил. Тебя именно радует посланник Аллаха, если я заберу близкого человека своего раба из этой жизни и он проявит терпение ради меня то нет ему другой награды кроме как рай сказал пророк Мухаммад и Аллах смотрит на терпение своего раба в первую секунду когда у него какое-то горе когда у него какое-то испытание одна женщина плакала у могилы своего ребенка и до того она сильно плакала подошел пророк Мухаммад сзади и сказал женщина прояви терпение она не знала что это посланник Аллаха то что была в таком состоянии и сказала иди прочь сказала посланник Аллаха не узнала его поистине Аллах тебя не испытал чем меня испытал тогда пророк оставил ее это тоже из мудрости посланника Аллаха в призыве если она сейчас такие слова говорит что уже тогда зачем ей еще что-то продолжать она в гневе она в таком состоянии аффектном состоянии и тогда ей сказали сахабы горе тебе женщина как ты можешь сказать посланнику Аллаха иди прочь потом она сказала это был посланник Аллаха и пришла к нему одела хиджаб застеснялась и сказала о посланник Аллаха я тебя не узнала теперь я буду терпеть на что пророк Мухаммад сказал поистине терпение проявляется в первый момент испытания вот как только ты услышишь что твой близкий умер вот тут ты должен проявлять терпение а если человек проявляет терпение через год через месяц через два это подобно как описала животному который верблюдица когда потеряет своего верблюженка она первые две недели ноет по нему потом забывает также он был в путешествии был в пути великий великий ученый и у него был брат Кусум и у него брат был Кусам он его очень сильно любил больше чем своих детей и когда он был в пути на своей верблюдице ему сообщили что его брат умер тогда он слез в верблюдице взял омовение и прочитал два рака'ата намаза после этого прочитал ая из Кур'ана проявляйте терпение берите у Аллаха просите помощь через терпение и через молитву но однако это что-то великое тяжелое кроме как для богобоязненных кроме как для богобоязненных когда умирает у кого-то ребенок в этот момент Аллах обращается к ангелам и говорит вы забрали ребенка моего раба и Аллах знает и Аллах сам приказал забрать его по своей мудрости по своей справедливости по своей милости но однако задают такой вопрос ангелы говорят да Аллах повторяет и говорит вы забрали плоть его сердце частичку его сердца его ребенка ангелы говорят да Аллах его сотворил Аллах его забрал но задают такой вопрос и тогда спрашивает как мой раб поступил в этот момент как себя повел когда забрали его ребенка он унывал он повесился он пошел алкоголь пить наркотики принимать нет он поблагодарил тебя вернулся к тебе сказал мы принадлежим Аллаху к нему наше возвращение и в этот момент Аллах обращается к ангелам с приказом и говорит постройте этому рабу дом в раю и назовите дом благодарного человека то что Иван Бухари проводит хадис один из сахабов приходил на уроки пророка Мухаммада и всегда брал с собой на уроки своего сына очень сильно его любил приходил на урок все сахабы одни приходили он с собой сына привозил часто красиво видно когда отец своим сыном приходит на такие уроки и так же приходили посланник Аллаха и один раз посланник Аллаха подошел к нему и спросил любишь ли ты его любишь ли ты своего сына смотрите как он написал любовь я расулюллах я желаю чтобы Аллах тебя так же полюбил как я люблю своего сына и в один момент он перестал ходить на уроки и тогда пророк Мухаммад спросил где он сахабы сказали его сын умер так как он любил его его сын умер тогда пророк Мухаммад спросил у него твой сын умер. Из глубины души вырвало это слово и сказал, да, посланник Аллаха, мой сын умер. Тогда пророк Мухаммад, саламу алейкум ассалям, сказал, хочешь, чтобы этот твой сын ждал тебя в судный день около двери рая и вместе с тобой зашел в рай? Он сказал, да, я хочу посланник Аллаха. Тогда пророк, саламу алейкум ассалям, сказал, так оно и будет. И сахабы спросили, это только для него или для всех? Нет, для всех, кто похоронил своих детей. Их дети в судный день будут ждать их около дверей рая и заводить своих родителей за руку в рай.